Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал Салон Красоты. Ссылка в закрепе. 30 октября в ходе обыска в квартире обвиненных в мошенничестве супругов Михаила Цевина и Натальи Дрожжиной были изъяты пять пакетов документов, среди которых подлинные рукописи поэтессы Анны Ахматовой. Нет сомнений, что эти документы принадлежат семье Алексея Вадимировича Баталова, отчим которого писатель Виктор Ардов был дружен с великой поэтессой. В одном из своих интервью Алексей Баталов рассказывал журналистам, как он в детстве вместе с мамой, актрисой Ниной Ольшевской, и отчимом жил в писательском доме, где соседом сверху был Мандельштам, приходил и рассказывал сказки Юрия Алеша. Там же мальчик впервые увидел Анну Андреевну Ахматову. Эта тетя с челкой очень отличалась от маминых московских подруг. Ее называли по имени-отчеству. Взрослые ей старались угодить. Ей отдали самый главный в доме диван. И уже поэтому было понятно, что она важный гость. Она забиралась на диван с ногами и возлежала так, сколько хотела, делился детскими воспоминаниями артист. Каким образом ценные рукописи и фото попали в руки мошенников, следствию еще предстоит разобраться, а также оценить реальную стоимость изъятых документов. Как сообщила КП. Ру по предварительной оценке адвоката Павла Астахова, эти архивы могут стоить дороже, чем четырехкомнатная квартира Баталовых на улице Серафимовича в знаменитом доме на набережной. Как рассказал журналистом директор аукционного дома Литфонд и коллекционер Сергей Бурмистров, недавно за 7 миллионов рублей была продана записная книжка Анны Ахматовой. На внутренней стороне обложки – экслибрис Виктора Ардова, отчим Алексея Баталова, прим. РЭД, в семье которого часто останавливалась Анна Андреевна, и ее дарственная надпись «Виктору Ардову, не поэту, но человеку, собравшему мои, дела и дни воедино, невзирая на ремонт». Ордынка, Москва, 4 апреля 1959 года. Чем известнее личность, тем дороже ее инскрипт. Чем более ранний автограф, тем он ценнее. Так, автографы Анны Ахматовой, оставленная в 1910-х годах, в десятки раз дороже, чем ее автографы 1950-1960-х годов. Следствию еще предстоит разобраться, как раритет попал на аукцион и кто стал выгодоприобретателем в результате продажи. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...